Шесть дней музыки и творчества подготовили организаторы музыкальной академии для участников из 18 городов в присутствии Росатома. Саровчанам выпал уникальный шанс поучиться мастерству у преподавателей Московской государственной консерватории имени Чайковского, Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, музыкального училища имени Гнесиных, лауреатов международных конкурсов и фестивалей. Очень хорошие мастера были в этом году, преподаватели из Москвы, из Санкт-Петербурга были преподаватели. Это вторая музыкальная академия под патронажем Башминта, и мы тоже ездим второй раз. В прошлом году была такая пробная немножко поездка, два человека ездили, два скрипача, а в этом году у нас была целая команда, три скрипача, филончелист, флиттистка и саксофонистка. После мастер-классов дети расходились на репетиции в классах ансамбля и оркестра, где готовили отчетные выступления. Обучение в академии участники завершили галоконцертом. На нем саровчанка Дарья Светличная выступала дважды, сольно с композицией «Чарда Шмонти» и в составе ансамбля. Больше всего мне нравится «Чарда Шмонти», потому что это такое веселое, задорное произведение, в начале которого есть медленная часть, где можно показать красоту звука, а вторая часть – быстро, где можно показать технику. Мария Панина занимается музыкой четыре года. Девочку всегда привлекали звуки скрипки, поэтому обучение в этом направлении приносит Маше только радость. В этом году я поехала с произведением «Литвином в вечное движение» и с этюдом номер четыре «Станко». Мне запомнились мастер-классы, именно работа с учителем, который там был. Это было интересно и познавательно. В Музыкальной Академии в рамках программы «Территория культуры Росатома» саровчане получили много полезных советов от виртуозов – скрипки, фортепиано, виолончели, флейты и гитары. Расширили репертуар и познакомились со сверстниками, которые тоже увлечены музыкой. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.